Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию тема Трансмутация или нет? Автор Магда читает Лора Родные мои, я постоянно от людей слышу подобные вопросы, я плохо себя чувствую, болит или кружится голова, колет сердце, не могу думать, крутит ноги или руки, это трансмутация или нет? И очень часто на трансмутации люди списывают все свои болезни, а в итоге не ищут в себе причину их появления, не исцеляют ее в себе, чувствуя с каждым днем себя все хуже и хуже. Конечно, очень легко перепутать, так как симптомы трансмутации схожи с симптомами многих заболеваний. Но есть и различия. Во-первых, при трансмутации симптомы бывают лишь временно. Трансмутирующая энергия приходит и уходит, давая телу и сознанию отдохнуть. Потом со временем одна энергия, сделав свою важную работу, уходит и на ее место приходит новая, другая, а значит меняются и симптомы. Например, при раскрытии сердца. Оно может пылать и гореть, а когда сделана будет вся работа, может прийти энергия для активации третьего глаза и уже там будет ощущаться пульсация или даже небольшая боль. Во-вторых, при трансмутирующих энергиях можно почувствовать, как по телу льется поток энергии, входит свет. От этого часто все внутри или части тела вибрирует, наполняясь высокой энергией. Бывает, от нее крутят ноги и руки, а стоит только их встряхнуть, энергия уходит в землю свободно и легко. И в-третьих, причем, на мой взгляд, это самый главный пункт. При симптомах трансмутации достаточно лишь спросить себя, что это со мной? Все ли хорошо? Изнутри вы обязательно почувствуете любящий ответ своего высшего я. Не волнуйся, все хорошо, скоро пройдет эта трансмутация. Ответ может быть даже чаще всего без слов, как четкое и уверенное ощущение, что не нужно волноваться. Это значит, изнутри польется мир и покой, энергия души. Почувствовав это внутри, вам уже не надо будет искать ответ. Вы будете уверены в себе. Родные мои, чувствуйте себя и доверяйте себе. Все ответы ответы есть у вас внутри. С любовью ко всем. Маленькое дополнение. Здесь очень важная фраза прозвучала о том, что надо искать в себе причину, глубокую причину. Очень хорошая книжка Амур и Гуанинь Наследие Плеяд. Там есть много разделов, где вы можете разобраться сами с собой. Работа с привязками, работа с суждением, осуждением, критикой, работа со своими взаимосвязями, камеры света, которые вам помогают восстанавливать вашу энергетику. Но все же хочу вернуться к тому, что пока вы не отыщите и не поднимите на поверхность первопричину ваших заболеваний и не трансмутируйте эти тяжелые энергии, болезни уходить не будут. Наоборот, когда будет приходить высокочастотная энергия, она будет расшатывать ваше состояние. Только для того, чтобы вы вернулись к этому. И вот сейчас 17 числа будет ретроградный Меркурий, пожалуйста, отыскивайте первопричины особенно хронических заболеваний. Возможно, это будет ненависть к противоположному полу. И что тут очень важно сказать, это то, что существует первый гнев, существует первая обида, существует первое непринятие чего-либо. И вот, когда вы будете работать с первыми обидами, то все остальные обиды, как карточный домик, рушатся. Это происходит очень быстро. Важно просто признать, признать, да, я обижаюсь, да, я накапливаю гнев, да, я не выношу грубость, да, я требую от окружающего пространства, чтобы все было так, как мне нравится, да, я претендую на лучшее проживание на земле, да, я привязана к тому, чтобы со мной панькались, да, я желаю жить богато. Ну, в общем, все, что вы яро хотите, тут очень важно поработать самим собой. Ну, как это сделать? Можете взять ручку, лист бумаги и написать, что я хочу в себе изменить. Можете два столбика написать. В одном столбике, что я хочу изменить, а другое, какой я хочу стать, или каким я хочу стать. Очень быстрая, очень спокойная, очень продуктивная работа, которая вам многое откроет и таким образом освободит большие внутренние пространства, куда и зайдет новая высокочастотная энергия, на очищенное, на освобожденное внутреннее пространство. С вами Трансмутации.